Ну а сегодня у нас на канале один из самых известных уличных атлетов из Украины Виталий Фищук, я уверен, вы все его знаете, поэтому неудивительно, что я добрался до разбора его роликов Хотел, честно говоря, разбирать другой ролик, но это будет в следующий раз, потому что батареи у меня на полчасовый ролик Разбор точно не хватит, поэтому сегодня будем говорить о видео Виталия Фищука для канала Тренер Которая называется «Как научиться делать выход силой за один день» Один день! Сразу видно, что в то время Виталий еще был в команде Road to the Dream Скажу сразу, если у вас недостаточно на данный момент сил, если у вас недостаточно уровня физической подготовки То научиться за один день делать выход силой невозможно, просто физически, да, мышцы так быстро не растут Если у вас достаточно физической силы, или если вас устроит не выход силы, а выход на две То за один день научиться этому реально, за одну тренировку без проблем Те, у кого достаточно сил, им просто нужно понять технику Те, у кого недостаточно сил, но у кого устроит выход на две, который выполняется за счет киппинга Те тоже смогут освоить это упражнение Теперь давайте посмотрим, что нам будет рассказывать Виталий, какие он будет давать советы И я буду их комментировать, комментировать Не разминался, но я покажу чистые, максимально чистые, которые я могу Не надо так делать, не надо Если вы не хотите травмироваться, то не надо делать сложные упражнения без разминки Вообще без разминки ничего не нужно делать, но какие-нибудь там отжимания, приседания, да, то, что вы каждый день делаете на своих тренировках Поделать можно А вот выходы силой, без разминки, без подготовки, без разогрева, особенно если вы занимаетесь на улице Не стоит Вероятность получить травму в локте, какую-нибудь неприятную, достаточно высока Для тех, кто будет интересоваться, почему ролик обрезан сверху и снизу, там реклама букмекерских контор А на нашем канале никогда не будет реклам букмекерских контор, поэтому пришлось, пришлось это вырезать Вообще спортивные каналы с рекламой букмекеров Вот такие чистые выходы у меня получаются Четко Получается у вас здесь Ну еще, еще есть взрывные выходы Это моя фишка, которую у меня многие, очень многие люди спрашивают Как я их делаю и как их научиться Мы раскроем эту тему и раскроем обычные для новичков Ну покажу сейчас взрывные Так, отойдите чуть-чуть Вот такие выходы взрывные тоже Люди очень много спрашивают, как Кстати, взрывные выходы делать легче за счет того, что ты активно используешь движения ногами Ты себя помогаешь ногами, поэтому если вот делать в той технике, как сейчас в Италии, их даже сделать будет легче, чем обычный чистый выход Хотя смотреться, наверное, они будут достаточно интересны Каких научиться, это я вам сегодня расскажу За сколько вот реально можно научиться делать выходы? Реально можно научиться даже за один день Но вообще для того, чтобы выучить Нет, нельзя Выход на две, нужна такая база, как минимум 15 чистых потягиваний Вот чистых, вот таких Без рывков, без ничего 15 таких На самом деле, на самом деле у меня есть на другом канале видео Для того, чтобы научиться делать выход, достаточно уметь сделать всего одно подтягивание Всего одно, да? Один раз можете подтянуться, можете сделать выход силы Посмотрите видео, оно заставит вас переосмыслить свои тренировки 10 до груди Даже выше груди, до пресса Также, второе, что необходимо, это отжимание до солнечного сплетения Минимум 15 раз То есть, если ты новичок, делай подъем с пеной ротом И тянуть носки И отжиматься Мило Милое упражнение, но бестолковое То есть, для того, чтобы научиться сделать выход силой Оно вам никак не поможет Ни у одного человека, который смог забросить обе руки на перекладину И, допустим, даже лечь на нее животом Нет никаких проблем с тем, чтобы отжать себя наверх Самая большая проблема в выходе Это вот взрывное подтягивание, достаточно высокое Чтобы вы могли провернуть кисти и закинуть, соответственно, затем локти После этого, вот, вы проворачиваете кисти, закидываете локти, вот, вы уже находитесь сверху Вы можете даже лечь на турнике, если вам тяжело поначалу И затем себя отжать Это то же самое, что вы будете пытаться отжать себя от, не знаю, от пола Когда вы лежите на полу, попробуйте Это совсем не тяжело Я не знаю, откуда пошла эта история Я практически в каждой обучалке по выходам вижу это упражнение Вижу, что говорят, надо опускаться там, что-то дожимать себя Но в действительности это нет В действительности, если вы посмотрите на биомеханику движения, как оно осуществляется Не нужно дополнительно ничего тренировать Если вы можете отжаться от пола, вы легко сможете отжаться из верхней точки выходов Вот, это, в принципе, самая основная база для того, чтобы начинать работать с выходом силы Потому что многие люди, они умеют уже подтягиваться, умеют отжиматься Они просто не знают технику Вот, я расскажу, как делать, ну, как научиться делать по правильной технике Что для этого вообще нужно Ну, кстати, вот ту базу, про которую он сказал в части подтягиваний 10 высоких, это, да, действительно вот тот уровень, который соответствует именно выходам силы То есть я так чувствую в этом ролике, в отличие от многих других, которые только называются выход силой А учат там выходу на две Здесь у нас будет действительно, действительно выход силой Единственное замечание, что нет такого понятия, как правильная техника Если вы не участвуете на соревнованиях или если вы не сдаете где-нибудь норматив, где есть вот четко определенные правила для того, чтобы все были в равных условиях Собственно, с этой целью правила и создавались, чтобы уравнять всех в условиях А тренируетесь просто для себя, да, хотите стать более сильными, здоровыми, умелыми То никакой правильной техники нет Есть безопасная техника и есть эффективная техника, да, вот два параметра, по которым вы оцениваете технику выполнения упражнения А правильно, неправильно, это все субъективные показатели И как бы здесь каждый решает сам То есть необходимо это, чтобы учиться, это небольшой размах Вот чуть-чуть, это не склепка, должна быть просто размах ногами Прямок Вот так пробуйте Не стесняться делать нечисто, то есть делать как можешь Даже полусклепками пробовать Как можешь, так делай Так, дальше Плохое объяснение Идея про вот этот вот киппинг ногами хорошая Но объяснение у Виталия ужасное Помимо того, что ничего толком не показали, что-то он чуть-чуть ножками вперед сдвинул, что-то назад, что-то размах В этом плане рекомендую посмотреть видео Виктора Блуда Мой разбор Или видео Виктора Блуда, или мой разбор на Виктора Блуда Про выходы силы, где он показывает, как научиться Вот он там отличнейшим образом показывает Прекрасно объясняет Лучшее, лучшее подводящее для выхода на две, для выхода силы, которые я только видел у Виктора Блуда Удивительно Парень не турникмен, а вот лучшая обучалка была Киппинг это рабочая такая инерция То есть есть мах, есть киппинг Нас интересует киппинг Мах это маятник Киппинг это инертная работа в рамках турника и своего тела Как она выглядит То есть мы повисаем И в этом положении нам нужно вот таким вот образом покачаться То есть видите, силой своего пресса я это делаю И как бы чуть более свободно Вот это первое, что нам нужно научиться делать Сразу видно, что в этой части он хорошо разбирается В том, как работает Работает это все Ну или просто повезло, не знаю В принципе, основная информация Техника это не самое важное Потому что, ну, большинство людей представляют, как делать выход на две Многие очень много вопросов задают Как вообще натренить базу, чтобы делать выходы То есть я скажу своего опыта Как я базу я тренирую активно Выходы на две я тренирую уже больше года Год назад я делал чистых максимум 10 Сейчас 20 выходов делаю Почему? Потому что я тренирую сеты Если для новичка можно делать простые сеты Это, например, делаешь Вот покажу Самый такой простой сет Делаешь 5 высоких Ну, я сделаю и два Поделем с переворотом 15 гипсов И 10 подтягиваний Все это пытаться делать Не слезая с турника Если соскочил Это для новичка Ешкин кот Сеты Сеты, да То есть когда у тебя подход состоит из нескольких упражнений Которые ты выполняешь подряд Не слезая с турникам Это супер популярная вещь Я обратил внимание У всех топовых уличных атлетов Абсолютно У всех все обожают делать эти сеты И при этом все, кстати, очень круто выглядят И вот у меня есть Маленькая мысль Что их внешний вид Он напрямую связан с тем Как они тренируются В отличие, допустим, от качалок От кроссфита Где отдельные упражнения Даже если они объединяются Это все равно отдельные упражнения Это такое, что у тебя получается Один супер долгий Сет В ходе которого ты все время поднагрузка Но просто эта нагрузка меняется Такого нет Даже если там они делают разные упражнения Все равно там надо поменять инвентарь Что-то куда-то отойти Подойти А вот так, что ты все время Держишься в напряжении В других видах я не видел Таких популярных А вот среди топовых уличных атлетов Это прям все делают Все очень любят И мне кажется В этом есть С точки зрения развития Общего уровня физической подготовки Есть очень большой плюс С точки зрения непосредственно Выхода в силы То здесь полезны только высокие подтягивания Остальное все ему не нужно Стряхнул руки и продолжаешь То есть это нереально поможет Выучить выходы на две Потому что Вот реально С чего состоит выход на две Это с высокого подтягивания И с дипсов Просто нужно одно Закинуть плокоть То есть Достаточно уверенно Нужно себя чувствовать В подтягиваниях И достаточно уверенно в дипсах Тогда все получится Дальше Чтобы научиться И еще нужно понимать Как проворачивать Собственно кисти У большинства людей У которых есть уже Достаточно сил для того Чтобы сделать выход Но у них он не получается Проблема заключается именно в том Что они не понимают Как нужно проворачивать кисть Как закидывать локти И в этой обучалке Виталий вообще про это ничего не сказал Да, хотя Мог бы показать упражнения Специально для того Чтобы научиться Делать выход На канале уже есть видео Которое называется Лучшее Одно лучшее упражнение Для того, чтобы научиться Выход силой делать Посмотрите его Вот я там как раз показываю Объясняю технику Оно важно Вот оно реально важно Важно высоко уметь подтягиваться Во взрывном стиле Чтобы у вас было время Чтобы провернуть кисть И важно научиться Именно проворачивать кисть Дипсы, как я уже сказал Не нужны здесь Делать больше Тренируйся это с весом Тренируй Подтягивание с весом Тренируй Выходы с весом То есть цепляешь вес И делаешь выходы Вот это тоже очень помогает Это точно обучалка Про то, как научиться делать выход силой То есть просто Совет Чтобы научиться делать выход силой Делать выход с весом Я тренирую выходы сейчас С весом 20 кг У меня уже база 10 выходов С весом 20 кг Да сколько реально научиться Все-таки Реально научиться Реально Как я сказал За один день можно Ну все зависит От От уровня подготовки Если атлет уже делает 15 подтягиваем 15 дипсов Учить только технику И все получится Если Нулевой Просто не может ни разу подтянуться Ну я считаю Нужно начать с чего? Подтягивания Отжимания на брусах Но За какой срок можно выучить На что ориентироваться Когда начинать тренировать Выходы Полгода За полгода Вполне От 0 до 15 повторений Вполне Можно дойти Просто нужно Скажу так Многие делят На сплит Вот там Один раз в неделю Или два раза в неделю Пробовать Тренировать Подтягивания Нет Каждый день нужно делать Каждый день пробовать Да Делать Три дня в неделю Более загруженных И три дня разгруженных То есть Если Например Дома даже есть турник Подходишь к турнику Во время отдыха Не нужно ни разминки Ничего Делаешь там 5 подтягиваний Даже так То есть Нужна ежедневная практика Каждый день делать И тогда за полгода С нуля Можно дойти До 1-5 выходов Вполне Потом начинать Тренировать Сеты И становиться Очень сильным атлетом Ну это даже Как-то неловко Комментировать Сразу скажу Не стоит Следовать этим рекомендациям Тренировать каждый день Делать без разминки И через полгода У вас будет 15 выходов Силой 15 выходов силой Это Очень Хороший результат Это намного выше среднего Именно если мы говорим Про силовые выходы И естественно Это достигается Не за полгода Тренировок с нуля Конечно же Не знаю Если бы это было За полгода с нуля Тут бы сейчас Все на площадках По 15 выходов Чисто медал били бы Нет конечно Вот И насчет чистоты тренировок Объема тренировочного Это все надо Индивидуально смотреть Вы должны смотреть Как реагирует Ваш организм на нагрузку Сколько вам нужно Восстанавливаться Особенно В первое время Когда у вас Будут очень Ныть Сухожилия Вот Из-за того что они будут Испытывать чрезмерную Нагрузку во время выходов Там очень большая Статическая нагрузка Будет во время того Как вы будете Пытаться проворачивать кисть И чем ниже вы Делаете высокое подтягивание Тем больше у вас Будет уходить сил На это дело И соответственно Они будут очень сильно ныть И вот здесь важно Не форсировать Все это дело Не нужно никуда спешить Если вы не хотите Получить травму И отбросить себя Там на неделю На две На месяц Назад Лучше дать своим Чистям тела Зажить Восстановиться Чтобы воспаление ушло И после этого Уже Уже делать Части моих впечатлений От этой обучалки Ну как бы блин Таких обучалок В интернете Прут-пруди Ничего в ней интересного Полезного Особенного Нет Много чего осталось За кадром Не показано Почему у него 120 тысяч просмотров Только потому что Качок Виталий Да Рассказал Ну окей Да Людям Люди больше любят смотреть Чем делать Я вот что могу сказать Из своих каких-то Последних впечатлений Люди больше любят Вот смотреть Там прям Посмотрели Типа О, крутой качок Накачался Может когда-нибудь Я тоже так Сделаю И ничего потом не делают На самом деле Вот В то время как Действительно стоящие Материалы Стоящие обучалки Содержательные Полезные Может быть Не от таких Накачанных ребят Они Не набирают Достаточно много просмотров Это грустно 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 Даже на нашем канале На нашем канале Полезные обучалки Мало собирает Такие дела Такие дела Ну Если вам понравился Этот разбор Если вы хотите Увидеть больше разборов Если у вас есть Предложения По героям Для будущих разборов То пишите в комментариях Обязательно Все прочитаем Самое интересное Видео Отсмотрим И прокомментируем Если вы хотите Чтобы видео Выходили чаще То можете подумать Надеем Чтобы поддерживать Наш канал На сайте Бусти Всего 100 рублей В месяц Ваш небольшой вклад И он поможет нам Собрать чуть больше денег И соответственно Больше платить Монтажерам Больше видео отдавать На монтаж Чтобы я мог Сфокусироваться Не на монтировании роликов Потому что это занимает Много времени А непосредственно На разборах Поиске информации Подборе информации Съемке новых видео Вот такие дела Если вдруг хочется Поддержать нас И что-нибудь полезное Себе Подарить Да То На сайте Магазина Workoutshop.ru Наш главный спонсор Можно найти Огромное количество Различного Спортивного инвентаря Для занятий Дома На улице Кстати, там же есть Топовая одежда Для тренировок Осенью Зимой Теплая С защитой Горла двойной С защитой Поясницы В общем Специально разработана Для тех Кто занимается На улице Смотрите Заказывайте Пока все размеры Есть в наличии И тренируйтесь На этом все С вами был Антон Канал Стритворкаут Помните Что знание Это не товар И увидимся В следующем ролике Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok